Здесь наша рыбка, скумбрия горячего копчения. Привет, друзья! Сегодня мы подготавливаем скумбрию под горячее копчение. Купили мы у нас такой пластик, здесь у нас 13 килограмм, он у нас чуть откаял, и мы его начинаем размораживать. То есть так я их по ведрам разложу, рыбки очень хорошие, большие. Сейчас разделю пласт и уберу в холодильник до полной разморозки. После того, как рыба разморозится, удаляем жабры и по желанию внутренности. Отделили мы нашу рыбку друг от друга. Сейчас дождемся, пока она полностью разморозится в холодильнике, чтобы разморозка была постепенная. Вот так, друзья, удаляю ее жабры, то есть делаю надрез вот так, и вот так, кусочек. Все это дело удобно уходит. Солю я ее, не разрезая, вместе со внутренностью, потому что, чтобы когда она просаливалась, весь жирок, который есть внутри, он тоже давал свой плюс. Если ее разделать сначала, а потом засолить мокрым или сухим посолом, неважно, то рыба у вас получится сухая. Сейчас я проделаю со всей рыбкой такие движения, удалю везде жабры, потому что это будет давать горечь. После чего залью ее рассолом и отправлю в холодильник на ночь. А завтра я ее уже промою, обвяжу и повешиваю на обсушку. На литр воды беру 170 грамм соли и 2 грамм сахара. Все, прям в холодную воду высыпаю соль. И 5 грамм сахара на 1 литр воды. Хорошенько перемешиваю для полного растворения. Соль я беру в литр воды, пока у нас поваренная. Все, друзья, соль у нас вся растворилась. Соль я беру в литр воды. Вот так, друзья, закоптилась наша рыбка. Скумбрия горячего копчения. Коптили мы 1 час при температуре 80 градусов. Если температуру превысите, то кожа у вас полопается и не будет товарного вида. Добавлял сахар в щепу, чтобы цвет получился такой ярко-ярко-желтый, блестящий. Скумбрия горячего копчения. Продолжение следует...